уважаемые любители моих небольших роликов и читатели книг сейчас вот в этим небольшим сюжетом я предваряю вторую запись прекрасного интервью который мне со мной либо согласился любезно сделать андрей лопатин то есть это конечно как я уже говорил в первом интервью это безусловный современный гений который специалист скажем так скажем недооцененный даже но вот в тех областях которые наиболее востребованы в современном мире а что мы хотим собственно говоря иметь но все мы пользуемся электронными устройствами коммуникаторами разного рода интернетом и всем остальным каждому конечно неприятно что ты даже не пользуясь телефоном зайдя в какой-то магазин потом начинаешь непрерывно получать какую-то рекламу то есть большой брат следит за нами по этой причине нам бы хотелось как-то контролировать тех кто нам все время залазит в карман пиджака это неприятно поэтому конечно вопрос защищенности личных данных очень важен его конечно надо рассматривать и каждый кто думает о своей но какой-то приватности или беспокоиться о ней он к сожалению подвержен очень большому особенно в крупных городах крупных магазинах но непрерывному надзору камеры тем более вот это реклама контекстной прочее она конечно раздражает и здесь защите свои данные очень хотелось бы свою личную приватную жизнь места посещения всего остального никого не касается после того кто уплатил все налоги что-то делаешь например своими деньгами и так берут по три налога с каждого рубля который попадает к нам в карман это всем хорошо известно но может быть хотя бы дадут их спокойно тратить после того как заработаны это неприятно но и и раздражает кроме этого есть переписка которую очень легко часто и даже не компетентные люди а просто любители последить за тобой начинают читать это неприятно вторгаются в твою личную жизнь и как-то это очень слабо защищено и поскольку дело спасение утопающих дело рук самих утопающих нам надо об этом подумать и защита это состоит в том что мы должны как-то что-то придумать для того чтобы защитить свои собственные данные свою собственную личную жизнь об этом тоже пойдет речь в интервью как и о том насколько сегодняшние технологии дают людям ключи к будущему какому будущему но если сделать блокчейн как у биткоина прозрачного прекрасным то что у нас будет с господами банкирами и бизнесменами которые в основном занимают спекуляции деньгами самое выгодное дело но при полной прозрачности как вы понимаете необходимость в банках отпадет как и таких больших толстых людях которые сидят на марже на банковской это тоже интересный вопрос и ключ к нему к современных технологиях которые перекроют кислород к вот к этому как раньше называли к нетрудовым доходом то что назвать трудом то что сделается в банках достаточно сложно особенно учитывая например ты переводишь деньги внутри банка с одного счета на счет северу деньги так кто там перетрудился мне хотелось бы знать учитывая процент но и многие таких вопросов которым задаются каждый из нас как то пользуется банковскими карточками мало вынуждены ими пользоваться кто хранит хотя бы небольшие суммы но в банках то есть здесь очень много вопросов современные технологии могут нас избавить от этого облигатного паразитизма с помощью различных механизмов на как шифрование так и открытого собственно говоря как с биткоинами отслеживание событий которые не изменить не стереть нельзя это все важные вопросы которые сейчас так сказать на острие пера как говорили в советскую эпоху и хорошо знать мнение самое общее представление об этом вопросе настоящего профессионала а не дилетантов досужих которые начитавшись научпопа пересказывают это своими с помощью своей косноязычной лексики поэтому посмотрим послушаем что говорят специалист аспект перспективах развития таких технологий и вопросах которые лежат глубинных вопросах которого для к для оценки которых нужен только такой профессионал и совершенно не стесняясь говорю живой гений как андрей лопатин приятного вам просмотра вот это динамика созревания мозга если вот моей книжке понравится у меня и вышел первый том пока к сожалению это долгое дело очень они перенесли долго у меня вышла книжка называется морфология сознания это о том как созревает мозг у детей вот я там я добираюсь до раннего детского возраста там лет до восьми в первом томе одно с внутриутробного развития что нереально могут воспринимать в утробе матери что не могут а там сплошные сказки должен вам сказать сплошные вот врачебные там понятно анекдот и что и в дальше мозг по мере того как структуры созревают мозг ему или может или него чтобы бесполезно пока каранин стала не развилась так чтобы хоть что-то воспринимать до восьми лет на кара начинает реально в семь-восемь лет созревать это наверное зависит от людей это зависит есть индивидуальная изменчивость но средняя статистика вот если брать последним температуре по больнице все-таки кара созревает медленно просто лично мне наверное повезло да потому что себя лет с трех помню я много что умел с трех лет не большинство детей наверное вы правы где-то лет ну вот тех которые я вижу лет в 5-6 возможно это потому что я в среде в основном общаюсь людей которых наследственность она как бы но они в основном как-то либо олимпиадники сильные либо что-то и но это исключительная среда скорее всего дело в конкретной среде это все-таки среда и к тому же извините это уже отбор есть книжка продолжение книжки мафалу и вот это вот нищета мозга называется церебральный сорти то есть ровно то о чем мы сегодня говорим это о том как происходит и происходил церебральный сорти на всю историю человечества мы по-тихому отбирали не говоря об там а зачастую не понимая ну как как социал дарвинисты оголтелые за мы ругались там все а на самом деле дело то же самое понадобились вот всем привожу этот пример не понадобились петру первому люди которые владеют арифметикой для навигаторских школ ничего я например очень люблю потому что набрали из бояр боярских детей выяснилось что там один к пятидесяти понятно арифметику могут от почему потому что этого не было надо и только екатерина сняв все социальные преграды для любых детей решила эту проблему на раз понятно есть пришлось всю страну сканировать чтоб решить проблему с морскими инженерами это куром на свет ну да то есть очень грамотное решение да ну так а петр не смог то есть и понятные были подряд а тогда екатерина просто всех подряд без сословий просто присваивает дворянство и все нормально но не так много людей с хорошими математической способности выборку сделала да так вот в том время когда с нуля начали что-то два процента но это просто муром на спи вот в связи с этим как бы такое друг другое продолжение другая сторона этой медали вы не боитесь что вот эта вся система цифровизации которая происходит она так тихонько подползает она не чувствуется но она вот с моей точки зрения это чисто объективно я не настаиваю она является новым инструментом искусственного отбора до того самого однозначно то есть в это же что община я тоже так считаю то есть опасность то огромное всего потому что искусственный отбор нового типа который до этого мы не сталкиваем за он мы причем еще там довольно много отрицательных сторон то есть это отрицательный отбор получают люди которые до западают в игрушки условно говоря и прочее прочее их выбивают продавали то есть это 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 на самом деле это мягкое уничтожить другой стороны как бы да но уничтожает отбором же все время идет он никогда не останавливается о короне поняту невозможно это сделать поэтому но один отбор другой отбор но справедливостью неплохо приведливостью он конечно никогда не так вот вот когда-нибудь был справедлив естественная бербер никогда не естественные искусственные нет по поэтому ну здесь понимаете как бы существует две оболочки которые очень любят любят распространять о том что вот у нас есть значит цифровая среда на молде справедливо потому что доступно но только внешняя сторона а на самом деле то в этой среде происходит еще более жестокий еще более быстрый отбор чем раньше потому что пока раньше дойдет там до реального события с человеком проходит много времени многие успевают там детей сделать а то и внуков пока дойдет внутри старых принципов отбора а сейчас и за высокой скорости той же обмена информации то что цифровые технологии ничего сделали с моей точки зрения они увеличили скорость отбора до мне при этом самое основное давление отбора это те люди которые в этом окей они информации не тонут да это на самом деле не так плохо потому что это как раз те люди которые способны воспринимать быстрые изменения и как бы но это же ну как бы любой отбор он жесток ну конечно не знаю что с этим делать это в каком-то смысле закон природы пытаться ему противостоять и сделать резервации для людей которые не справляют это как-то тоже жестоко это другая другая людьми второго сорта но это тоже вы все уже проходили это да и приводит очень какими-то это будет катастрофы и к тому же тут же найдется человек который скажет а вот мои дети они нужны эти они исключительные а здесь все приборы неправильно ну да судьи кто-то зоня кто-то-то-то начинается и связи с этим вот такой вопрос это очень существенный для меня значит вот развитие системы вот того что сейчас называют блокчейн да то есть по сути дела если мы представим себе что мы создали систему блокчейна такую глобальную серьезную но тогда во-первых маржевание финансистов исчезнет но это конечно да то есть тогда вот самое главное скрытая маржа к на которой держится вся финансовая система она рухнет ну как нет частично будет все таки я не знаю арбитраж никто не отменял и прочее да но если у тебя прозрачный ну там не будет там не будет сверхприбылий да их не может быть их только день такие большие деньги может только украсть но это понятно там есть свои уже киберпреступники которые там берут крипто бирже взламывают выводят с них какие-то мега суммы это все уже есть естественно уже даже крипто бирже конечно крипто бирже ломают просто сплошь и рядом штук по 5 за год до 1 даже закрылась недавно и новозеландская вот я просто она не выдержала у нее причем не так много денег украли процентов 8 ну вот они не смогли восстановиться даже после взлома не взять объявили себя банкротом это регулярно происходят крупнейшую крипто биржу вы ломали в мае этого года 40 миллионов долларов пома туда вывели но для них это была небольшая сумма у них был какой-то фонд страховой но они как-то восстановились например постоянно взламываю то есть там как раз наоборот получается проще украсть и потом эти деньги распылить там же дело вот в чем математические законы они в принципе позволяют полную анонимность в этом мире то есть как бы при правильном подходе эти деньги невозможно будет вообще отследить а то есть ну это не на самом деле это вопрос вот в чем вопрос в надежности криптографии это неразрешенная математическая проблема она в ком-то смысле вот по равно np там есть такая проблема от нее ну на самом деле не совсем от нее зависит ну по крайней мере все современные алгоритмы асимметричного шифрования с открытым ключом вот если в итоге выяснится что что все-таки равно в общем то тогда все эти алгоритмы сдохнут причем это те как алгоритмы которые используются современной банковской системой любое шифрование правительственное практически они все превратятся в ничто то есть это не значит что существует новых алгоритмов более того исторически первый алгоритм который был он был немножко не таким но они ну в общем все сдохнет да да понятно то есть это получается если мы представим себе идеальную систему и по-дилетантски я по-дилетантски потому что вы профессионал а я дилетант такая проблема если мы создадим действительно серьезную систему криптошифрования такого настоящего и с открытым доступом и персонифицируем ее распространим до каждого сапиенса как с вашей точки зрения такая такой глобальный блокчейн может изменить ситуацию это зависит от того какой блокчейн в итоге победит потому что можно делать блокчейн и полностью прозрачная можно полностью анонимный соответственно криптовалюты бывают разные бывают и такие такие сейчас но как бы с анонимными может быть государство чуть побольше борются с прозрачными чуть поменьше но это пока выживают и те и другие да я понял а если человек перс персональной вся его деятельность а его информация тоже будет использовать блокчейн как полное хранилище информации социальная сеть которая примеру да ну дело вот в чем любую информацию можно зашифровать то есть это понять всегда это вот как раз вот тот закон о котором я говорил математический что всегда можно но есть можно как законодательно объявить условно законодательное ограничение что вот эту информацию шифровать нельзя но если можно хранить произвольную информацию то любую информацию шифровать наоборот можно и соответственно здесь предел стоит не в том что все полностью открыто а в том что открытом только то что человек сам позволяет себе открытая ну я примерно об этом это текущие как бы ну опять же как бы пытаться законодательно и какими-то программными ограничениями можно пытаться в любую сторону эту ситуацию двигать но но чай должен решать сам ну да нет как бы можно можно объявить блокчейн который будет по своей природе являться полностью открытым и вот когда говорят о государственных каких-то криптовалютах которые вы до государства задает обычно имеется ввиду именно такая система там где все полностью прозрачно но может быть за исключением того что государство сошло то что не должно быть прозрачным я не знаю если взять например самую состраненную криптовалюту это bitcoin потом имеет место так называемые псевдонимность то есть там анонимности вообще говоря нет там есть ключ в которой как бы владеет деньгами ключа с человеком может не удастся идентифицировать и поэтому они как бы с помощью псевдонимности уже можно например анонимность полную достигать если там перемешать вот там есть такие миксеры но это уже в глубокая теория то есть ну современные блокчейны они не служат открытости и соответственно информация она не будет открыта если ее не заставить быть открытой искусственным ограничением поэтому как бы если дать вот естественный ход никаких ограничений не придется стороны каких-то может быть структур или что-то еще это и кто-то что-то там не будет запрещать иногда все предел лежит в системе в которой человек открывает только то что сам хочет открыть ну либо он думает что хочет это открыть да по ним это здесь тонкие моменты чтобы даже сейчас люди выкладывают что в интернет не понимают возможно какому кругу людей там условно говоря это выложил фотографии только для друзей они может быть не до конца ты знаешь что кого-то из этих друзей могут взломать например и фотографии потом утекут и будет ну как и происходит как постоянно происходит естественно вот ну то есть вот так или иначе предел блокчейна в том что человек сам решает ну да это понятно это неплохо я у меня вопрос этот не не из пустого места не то что при текущих математики как бы дело вот в чем проблема которая позволяет нам это шифрование она пока мать ну как бы она еще не решена она в списке нерешенных проблем и я она может быть решена одним из двух способов либо вообще никогда не решена такие тоже бывают бывают утверждения про которые можно доказать что они неразрешимы или разрешимы только в одном из двух случаев это опять же все глубокая математика получится так или иначе если она будет решена плохим существует способ для шифрования который плохой и вот если него никто не верит что она будет решена таким способом то есть большинство думает что парни равно np и соответственно шифрование работает но тем не менее это не доказывать до поняла то если окажется что равно то все шифрование полезет стартера и которая была практически практически все которое было изобретено до этого что было между банками что было между государствами что было блокчейнах еще 2 опасность эти которые ездят вот называется квантовый компьютер дело в том что для квантовых компьютеров по в некотором смысле равно n ну вот чему что там есть опять же глубокая про машины тюринга как бы могу сказать квантовый компьютер является некоторым смыслами деминировали до машины юрина года я собственно говоря в свое время много занимался машинами тюринга но совершенно другом смысле так вот ну можно сказать ну упрощенно опять же притянув за уши что квантовый компьютер это не детерминированная машина тюринга понятно как бы я немножечко тут приврал но как бы чтобы осознавать суть ну не что такое пнп своих статьях приврали когда не пытались теорию тюринга адаптировать биологии приврали намного больше ну да ну как бы вот в общем квантовый компьютер этим опасен что он например простые числа умеет раскладывать за полиномиальное время на простые числа на остальные так вот цифрование старая часть цифрования даже она просто напрямую использует то что нельзя разложить быстро число на простые нужно новое она использует чуть более сложную вещь но ей все равно будет плохо там эллиптические кривые я не буду тут углубляться про эти эллиптические кривые еще много вопросов есть как бы потому что эти эллиптические кривые утверждают отдельные тема комитетом пандартизации американским там это отдельные истории какие кривые они утверждают хорошие вот да ну вот как бы тем не менее в текущих научных знаниях которые мы знаем которые в открытом доступе есть может кто-то уже знает что-то другое просто не говорит да мы считаем что шифрова шифрование как бы блокчейне она не взламываем если она правильно сделано конечно да понятно да вот и следовательно каждый может зашифровать информацию так что она будет лежать везде от как бы она лежать будет открыто но не зная ключа ее никто открыть не сможет ну и при этом каждый может сделать сколько угодно ключей и разными ключами разную информацию разметить и далее по тексту то есть если эти ключи в это уже вопрос хранения ключей это отдельная большая проблема вот у меня теперь вот связи с блокчейн то есть просил не просто так у меня как всегда биологи же ведь они факсники по натуре своей тем более занимается такими отвратительными вещами как мозг значит у меня меня тоже интересует то что там называют искусственным интеллектом тоже нет к интеллект никакого отношения не имеет пока большой калькулятор ну да вообще алгоритмизированные с обратной связью которые значит продают за искусственный интеллект он подгоняется но там такое шаманство на самом деле определенного моих знаний скажем скромных достаточно чтобы это шаманство понять так вот есть затея создать действительно реально реальный объект называть его искусственный интеллект это очень пошло но будем представим себе то есть у меня есть такая идея я ничего не предлагаю просто хочу что выслушали потратили две минуты свое времени значит идея в чем стоит я хочу рассмотреть всю компьютерную систему которая существует вообще все просто как экосистему ну по сути это такой можно сказать большой мозг каком-то смысле это большой лес ну да там я хочу выпустить в этот лес зверя который будет сама поддерживаться и существовать но поскольку он будет интеллектуально пойти очень трудно будет поймать да я понимаю он будет быстрее об этом уже думал но это сложно сделать по разным причинам вот здесь придется чуть-чуть отвернуть назад сказать о том что в свое время я занимался как раз приложением модели тьюринга ну который вы знаете создан для этих для диффузионных процессов все это полная ерундистика на самом деле с моей точки зрения этим не занимался практически по этому это ерунда я про названием знаю да я просто объясню в чем дело там идея то что у гиры мэйнхарда активатор ингибитор которые двигаются с разными скоростями один другого газ это вот молодежь все шкуры животных можно объяснить так это давно сделанная арифметика такой айлите ну вот все это ерунда потому что в биологических системах не существует активатор ингибитор одной физической природы я занимался очень многое за ним продолжаю заниматься эмбриональным развитием морфогенезом то есть как сперматозоид правы проник в яйца клетку дальше начинает усложняться организм в чем дело в этот момент генты молчат клетку клеток содержимое одинаковое нам например 25 50 100 тысяч клеток действуют по-разному но там же есть еще как это называется какие-то метки я не помню как они называются там никаких меток можно любую клетку убить и она будет тут же заменена если были отметки это начальные да я так понимаю что только на этапе там 16 клеток они абсолютно до в органогенезе можно там в нервной системе уже отделены от всего остального организма убить 60 процентов клетка он все возникнет так что это все равно но у них уже стоит специализация вот маркеры как они называются нет нет эти маркеры еще не работают а какая маркера то маркер это запускает в процессе во времени в пространстве я не разбираюсь и честно скажу я читал такие научно-популярные книги но популярные там все время выдают желаемые за 10 ну да возможно там делать в чем механизм очень простой он известен там дело в том что в пространстве во времени распределяется уникальный сигнал каждой клетки на самом деле биомеханический тензор пуансона но если так растягиваю так будет сжиматься понятно если у вас шарик то любой любая клетка в пространстве кодируется уникальным вектор ну понятно да потому что натяжение это неравномерно а дальше что получается я это делал 30 и 40 лет назад нам оказывается вот эти механо-зависимые ионные каналы они чувствительны к этим делам но у них чувствительность отсрочен и они начинают срабатывать только через семь минут непрерывного натяжения то есть если ты будешь так бить по голове щелчками ничего не произойдет зародышу поэтому в утробе матери ничего не происходит поэтому лягушки там жаба повитуха самец таскает икру на ранних стадиях прикрепленную к задним лапам ставишь у них было сплошное сотрясение мозга этого же нет в чем дело потому что вот это механо-химические механо-зависимые ионные каналы срабатывают только через десять и через семь минут а через десять сигнал считывается достаточно чтобы запустить специфическую экспрессию генов данной конкретной клетки и гены в этом случае выступают как ингибитор а не как актива и на самых ранних стадиях развития закономерное изменение формы во времени в пространстве чередуется вот этот механо-зависимый период прошел считали сигнал запустили специфическую генную экспрессию дошли до некоторой другой формы опять вся эта система или локально впоследствии или целиком механически напряглась считала сигнал и дальше а дальше генетические каскады но когда речь идет каких-то маленьких событиях отсроченных но все равно эта штука работает то есть получается что нас активит активатор механо-химический ну по тюрингу если мы возьмем только физика разные понимаете в чем фокус понятно физические явления разные а генетики генетики экспрессия специфических генов это ингибитор который срабатывает во время этой всей системы и потом постепенно это затухает изменяется генетическими каскадом кто работа то когда это кончается ну например при закладке пальцев там общение 5 чего делать поэтому как пальцы закладывать человека в межпальцевой пластинки гибнут клетки на самоубиваются папа дозу и появляются пальцы потому что этого механизма уже не существует на котором я говорю понятно так вот интересно мой в чем что я хотелось бы создать такую тварь некое виртуальное животное у которого был бы вход физический то есть она бы использовала например берем строим сети 100 компьютеров данную маленькую специальную вреда не было никому и запускаем некоего зверя который сидит на 10 компьютерах и между собой эти компьютеры связаны как части тела этого существа папа по принципу блокчейна стержишь при этом он не привязан компьютеру он ползет туда мы ему зададим набор физиологических функций где ему лучше мне кажется такое моделирование получается биологической системы как бы да но функции это будет он выполнять абсолютно прикладные зачем для этого блокчейн а для того чтобы нельзя было разделить и чтобы он сам не разделился чтобы прервать нельзя было никак то есть и там же блоки то шифруются как я понимаю или что она и связь между за счет производительность до системы шифруется это понятно а поскольку он же не будет привязан системе он будет приползать туда куда ему что значит переползать в данном случае перетаскивать из части своего тела вот эту цепочку например спите как из пяти блоков но в этом надо подумать что такое значит формально формальном языке да это очень широкая формулировка это я естественно в биологи они люди сказать в этом отношении примитивные но если какие-то похожие эксперименты были но там блокчейнами и не пахло то типа игры жизни прочего ну да это я все знаю эти игры игра жизни там состоит в том что у этого цель была слишком убогая это да если я все хочется что-то сложнее на просто я не понимаю почему именно блокчейн нет но я при этом не как сделать так чтобы тело нельзя было разделить которая сидит в разных компьютерах один простой вопрос и как сделать так что он делал то что блокчейн немного неестественные с точки зрения природы структура в природе нет такого что помнила бы всю предысторию да я понимаю но самолет тоже не похожи на птицу что жду да можно наверное нет как бы возьму может быть блокчейн будет подходящим для этого инструментом можно подумать на эту тему вот просто такой вопрос я пока сходу не очень понимаю но здесь же счет более четко в отличном не нужно более четко понять конечную цель и ну понятно то есть чего в результате хочется получить что хочется получить получить существо которое нельзя поймать а которые знаете как в дикой природе вирус нет нет вирус не нужен ну слушать это все примитивного которая жила бы в сети так чтобы его можно вернуть назад только заманив а как она будет жить в этой сети компьютерный компьютер каким образом мы придадим функции там например она съела там 100 гигабайт некая информация если его поспать нам на на сутки и не очень понимаю пока нас компьютера на компьютер перейдет кроме вот этот у этого вопроса я не знаю тоже как но оно должно нами как человек запустит а если нет 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 оно должно само то есть для этого мы можем сформулировать вот как биологу мне это очень просто представить вам как математику сложно потому что вам непонятно почему это должно происходить не очень просто если например в этом компьютере у нас стоит видеокамера 2 мега 2 мегабайта там визуальные а в соседнем компьютер стоит 10 мегабайт который считывает сигнал для любого животного глаз в пять раз лучше намного лучше чем глаз пять раз меньше это все понятно просто дело в том что как бы это действительно напоминает вот как бы из того что происходит он напоминает компьютерные вирусы как работают вот они примерно этим занимаются и самый эффективный способ распространения компьютерных вирусов это через человека то есть они рассылают ну как бы человек тоже является частью этой системы тут нет есть вирусы которые лезут через уязвимости в каких-то операционных системах и прочее проблема в том что эта среда очень агрессивна по отношению к таким вирусом и она уязвимости постоянно закрывает меняется на новые и поэтому как бы с чисто самоподдерживающая система просто не выживает там тем не менее то и дело появляется вирусы достаточно эффективно чтобы заразить большое количество компьютеров но у них нету связи между компьютерами как правило потому что это не выгодно слишком большое расстояние вот есть это тоже с точки зрения отбора мешает как бы этим существам и во-первых не требуется как правило ресурсов что так много чтобы нужно было немного компьютера то есть нет а здесь же не речь не идет о каком-то вреде но нет понятно что это можно все те же сами эксперименты можно в замкнутой системе специально выделяю да 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 я про это я понимаю что как бы это просто интересно с точки зрения моделирования просто пытаюсь вспомнить примеры из того что реально сейчас существует я лично не знаю хотя интересовую реально вот это именно компьютерные вирусы ближе всего к этому и они действительно скоро не размножаются 10 размножаться не будет но хочется чтобы именно переползала вот чтобы она жила чтобы она жила интересовалась определенными например мощностью там скоростью файлами почему ему вы не выгодно захватить просто все дело в том что довольно просто прибыта тут есть как бы проблема на в случае бы эволюции есть другие естественные ограничители в случае есть живой природы а в случае компьютеров самые выгодные с эволюционной точки зрения поведения будет захватить все ресурсы и ну да это да это совсем примитивно непонятно как заставить этого не делать это нужно искусственный вводить именно ограничить а нужно делать специальную так сказать питательную среду со какими-то может быть дополнительными свойствами то есть чуть ли не свою операционную систему под это дело писать чтобы она была именно поощряла как бы они просто размножение тотально очень сложная на мой взгляд задача вошла ну как бы написать операционную систему это но это сверхзадача людей которые способны справиться с этой задачи я понял а в текущих как бы выгоднее всего захватить все нет ни да не факт что выгоднее потому что тебя быстро заметят не как бы если опять же свои точки зрения вирусов то что в жизни бывает но непонятно да как бы тут тут надо думать и как раз тут конечно гораздо более интересно не теоретизировать а именно экспериментирую я поэтому и говорю что вот задачи я как раз пытаюсь я пока не понимаю даже как поступиться к ней я тоже не знаю пока и вот есть концепция потому что это единственный способ не имитировать мозги ну что но на сегодняшний день но это убого достаточно а что-то действительно создавать но это к сожалению их чистый эксперимент ну да и связи с этим конечно нужно менее предсказуемую компьютерное железо нет я могу сказать у меня была тоже похожая идея была совсем другой в этой системе все-таки участвовали люди которые ставят какие-то приложения и вот эти приложения уже друг с другом связываются и люди могут им выделять какое-то количество ресурсов своего телефона сейчас они компьютеры телефоны на самом деле более важны ну да вот и как бы вопрос этой системы да вот она будет жить уже как в телефонах пользователей может быть с ними как-то общаться и не знаю но это ну да такая идея есть в общем это яндекс как тоже алису пытается примерно по тому же принципу я понимаю сделать то есть идея естественно есть такая у многих это не то что только лично как бы моя она витает в воздухе с любыми идеями происходит ну конечно вот но вот вопрос только в том что пока как бы как мне кажется что возможно попытки моделировать это примитивные нейросети решать ими примитивные задачи это немного поход не туда и это с моей точки зрения поход совсем не туда но если такая затея возникнет вам было поинтересно но мне интересно конечно да я просто не понимаю как я тоже не понимаю как физически то есть если удастся физически создать нечто я тогда буду иметь вас в виду если вам это интересно но вы на как бы я не знаю сколько времени мог бы уделять но я может быть нет я больше когда какие-то проекты я обычно на ранней стадии в них участвую придумываю какие-то идеи которые мы с одной стороны сейчас модно говорить о том что идея ничего не стоит с другой стороны я обычно ответ на это говорю что за идея ничего не стоит говорят важная реализация говорю это все конечно отличную реализация с неправильной идеей это колоссальные убытки лучше идея которая стоит ноль чем убытки но не на той идее вот и как бы когда проект уже работает да это уже мне может быть не так интересно какие-нибудь подсказать идеи я готов наверно это уже не знаю Субтитры создавал DimaTorzok